Всем добрый день! Мы сегодня с вами поговорим о различных структурах данных, как встроенных, так и самописных. Первая структура данных, с которой мы сегодня столкнемся, это множество. Чтобы использовать множество, нам нужно подключить соответствующую библиотеку. Множество называется SET. И когда мы объявляем наше множество, мы указываем тип данных, который будет в него помещен. Допустим, это будет IND. Так, да, NEW не нужно просто. То есть это мы с вами сейчас создали множество типа данных IND. Множество представляет собой структуру данных, которая содержит все элементы, которые мы в него запишем, не более чем по одному разу. То есть если мы два раза запишем туда одно и то же число, оно там все равно будет содержаться один раз. Есть еще такая структура, как Multiset. Она как раз позволяет записывать одно и то же число несколько раз. При этом, если мы будем выводить наши данные через итератор, я покажу, что это такое и как этим пользоваться, то он выведет их в упорядоченном виде. Чтобы поместить элемент множества, есть функция, метод, как хотите называть, insert. То есть мы помещаем число в наше множество. Обратная операция называется erase. То есть s.erase. То есть какой элемент мы хотим удалить, такой мы и удалим. То есть если мы второй раз напишем s.insert5, то он нам, соответственно, ничего делать не будет. Давайте вставим еще несколько чисел. И допустим 0. То есть у нас с вами здесь записано, пока что в этом множестве, 3 числа. Как мы можем эти числа вывести? Ну, как правило, в задачах мы не будем этого делать, потому что множество в задачах используется как некий вспомогательный компонент, вспомогательная структура, но на случай, если вдруг у вас программа работает не так, как вы задумывали, может быть полезно просмотреть, а что же там во множество мы успели записать. То есть может быть на этом этапе что-то пошло не так. Для этого мы используем итератор. Но мы можем объявить итератор как, ну, то есть итератор, множество и так далее. Но лучше мы этого делать не будем. Мы напишем auto-итератор. То есть auto автоматически присваивает тип данных той переменной, которая объявлена под этим типом. Ну, злоупотреблять этим не рекомендую, но тем не менее, знаете, что такая штука есть. То есть здесь, если бы мы объявляли итератор как полагается через тип данных, то это было бы очень длинно. И на олимпиаде, поскольку у нас с вами нет интернета, нет каких-то справочных данных, вы можете просто забыть, как он объявляется. И из-за этого придется идти каким-то более сложным путем. Поэтому пишем auto. S.begin. Это указатель на первый элемент множества. То есть у нас множество. Оно хранится, насколько я знаю, как-то в виде дерева. И указатель, вот этот S.begin, он указывает на самый маленький элемент. То есть, когда мы будем по этому итератору двигаться, он будет двигаться от самых маленьких элементов к самым большим элементам. А S.ent тоже мы с вами запишем. Это указатель не на последний элемент, как можно было подумать, а это указатель на область за последним элементом. То есть вот он, допустим, последний элемент. А S.ent, оно указывает куда-то сюда. То есть, если мы попытаемся получить доступ к той ячейке, на которой указывает S.ent, то, скорее всего, нам либо выдаст ошибку, либо какое-то значение, которое не входит в это множество и вообще непонятно, откуда взялось. Поэтому что мы делаем? Мы говорим, что у нас итератор не равен S.ent. То есть, пока мы не дошли за вот этот указатель, который у нас за пределами нашего множества, мы идем дальше. Ну и итератор прибавляем. То есть, прибавление итератора, вот это инкремент итератора, это мы перемещаемся на следующую ячейку. Итератор мы сам выводить не можем. То есть, итератор, он просто указывает куда-то. Чтобы посмотреть, на что он, собственно, указывает, мы должны вот так поставить звездочку и в скобках написать, что это вот этот итератор. И выведем то, что у нас получилось. То есть, мы выводим через пробел, потому что, чтобы оно не склеилось. Ну и давайте посмотрим, получится у нас вывести то, что мы хотим или нет. То есть, вот, он нам вывел, если вы видите, 0, 5, 9. То есть, мы положили как 5, 9, 0. И он нам их упорядочил. То есть, во множестве элементы расположены в упорядоченном виде. Так, выводить научились. Следующее, что нам понадобится, это функция find. Как видно из названия этой функции, она ищет данный элемент в этом множестве и возвращает указатель на него. То есть, как вот у нас итератор указывает на какой-то элемент, то это, по сути, тот же самый итератор, только мы по нему не перемещаемся. Он нам указывает на конкретный элемент. Но, может же быть такое, что этого элемента у нас во множестве и нет. В таком случае, вот этот вот find, он вернет вот этот итератор. То есть, как бы, несуществующее значение, по сути. Поэтому, если мы хотим проверить, есть ли у нас какой-то элемент во множестве, мы можем сделать следующее. То есть, мы пишем, если у нас вот эта вот штука, наш find, давайте, допустим, от 5, пусть будет 5. Если он у нас не равен вот этому указателю n, то мы выводим... Давайте выведем просто yes. В противном случае, мы выведем... Так, давайте запустим. Так, вот смотрите, ну, это наше множество выведенное. Мы этот код никуда не девали, пусть пока будет. И мы вывели yes, потому что у нас пятерка, вот мы ее в самом начале положили, она в этом множестве есть. Знаете, теперь заменим этот элемент на какой-нибудь, которого во множестве нет. Ну, например, 8. То есть, видите, он нам вывел no. То есть, поскольку этого элемента в множестве нет, то он нам выведет вот этот итератор, который указывает за пределы нашего множества. Следующие штуки, которые нам могут быть полезны, это low-abound и up-abound. Давайте начнем с low-abound. Они очень похожи на самом деле, но с одним отличием. Low-abound у нас вернет итератор, который будет указывать на первое число, которое больше либо равно вот заданному числу. То есть, если мы захотим вывести, то есть мы делаем все out, не забываем разоминовывать. Давайте здесь endline еще выведем, чтобы он нам с новой строчки вывел. Так, посмотрим, что получится. Ну, собственно, он нам вывел пятерку. Вот она. Ну, пятерка это первое число, которое у нас больше либо равно пятерке. Ну, в принципе, логично. Если бы мы указали, например, четыре, то все равно вывел бы пятерку, потому что пятерка это первое число в этом множестве, которое больше либо равно четверке. Up-abound. Давайте я скопирую. Оно очень похоже на low-abound, но только с тем отличием, что неравенство там строгое. То есть, up-abound нам вернет первое число, которое строго больше пяти. Давайте еще раз запустим. То есть, вот, low-abound больше либо равно, up-abound строго больше. То есть, девятка это первое число, которое строго больше пяти в данном множестве. Что делать, если нам нужно не больше или не больше либо равно, а наоборот меньше? В таком случае мы просто можем, например, занести изначально все числа, которые у нас должны быть во множестве. То есть, мы можем их занести со знаком минус все и применить вот эти функции low-abound, up-abound. И потом, когда мы уже извлекли нужный элемент, опять же, обратно переворачиваем число. То есть, еще раз умножаем на минус один. Так, со множествами, в принципе, все. Идем дальше. Следующая вещь, о которой мы поговорим, это двоичный поиск. Это, ну, это не структура данных, это алгоритм, но он действует похожим образом как множество. То есть, во множестве мы не знаем, как именно он ищет. Ну, то есть, можно, конечно, посмотреть код, посмотреть документацию, но наверняка сразу сказать не получится. Как происходит двоичный поиск? То есть, у нас есть массив. Массив или вектор. То есть, некоторая упорядоченная структура данных. При этом, ее элементы, они тоже упорядочены, ну, например, по возрастанию. То есть, например, например, такой массив. Обязательно он должен быть упорядочен, либо по возрастанию, либо по убыванию, потому что, в противном случае, двоичный поиск не сработает. Как он происходит? То есть, у нас есть левая граница и у нас есть правая граница. Изначально они равны, собственно, концам нашего массива. То есть, здесь у нас индекс 0, здесь у нас индекс n-1. То есть, если у нас n элементов, n-1. Что мы делаем? Мы вычисляем индекс mid, ну, m, mid, middle, как хотите называйте. То есть, это некий средний индекс, который вычисляется как r плюс l, деленное пополам. Ну, деление здесь целочисленное. То есть, он у нас будет указывать на некий элемент примерно в середине. В середине или примерно в середине. Ну, давайте вычислим. То есть, левый у нас 0 равен, правый равен 5. 5 плюс 0 пополам. Ну, 2,5, поскольку деление целочисленное, округляем до 2. То есть, вот. Вот это вот наш, давайте назовем его средний элемент. Он, конечно, не совсем средний, но поскольку у нас здесь четное количество чисел, то будем считать, что он средний. И дальше мы смотрим. То есть, нам нужно найти некоторое число k. Какое? Ну, там, с клавиатуры вводится или по задаче будет понятно. То есть, мы ищем некоторое число. Мы хотим знать, ну, давайте, есть ли оно в массиве. Там могут быть разные модификации. То есть, найти там ближайшее к нему или найти первое, которое больше него, вот как во множествах мы искали. Ну, давайте пока ограничимся случаем, когда просто требуется найти, есть ли это число k в массиве. То есть, мы знаем, ну, в массиве или векторе, то есть, любая структура. Мы знаем, что у нас упорядоченный массив. То есть, мы знаем, что все, что слева от вот этого элемента, будет меньше либо равно него. То, что справа от этого элемента, будет больше либо равно него. Дальше, в зависимости от этого, то есть, если у нас вот это k, которое нам нужно найти, то есть, это не просто k, это какое-то конкретное число. Ну, давайте, давайте 9 пускай будет. Нам нужно узнать, если в массиве число 9. Поскольку 9 больше, чем 5, мы будем искать в правой части. Может быть и ситуация, когда у нас k равно 5, то есть, мы тогда вот этот с этим сравним, скажем, что равно, скажем сразу, что да, есть. Но это такой самый удачный случай, когда мы с первого раза попали пальцем в небо. Давайте рассмотрим более сложный случай. Теперь у нас l, то есть, левая граница той области, в которой мы будем искать, она перемещается сюда. То есть, l у нас становится вот это вот mid плюс 1. То есть, средний элемент мы уже проверили, мы его уже не рассматриваем. А l у нас будет следующим за ним. Аналогично вычисляем, то есть, 3 плюс 5 пополам, это 4. То есть, теперь у нас средний элемент mid, это четвертый элемент, это наша десятка. Девятка, которую мы ищем, она меньше, чем 10. Поэтому мы будем искать ее в левой части. То есть, мы говорим, что у нас r теперь равно mid минус 1. То есть, r у нас тоже теперь указывает сюда. То есть, у нас и l, и r одинаковые стали. А что мы делаем? Ну, пока что, я это уберу. Пока что продолжаем алгоритм. То есть, у нас r плюс r пополам, это 3. Вот он, средний элемент. Давайте другим цветом выделю. Средний элемент, с которым мы будем отталкиваться. И мы видим, что у нас девятка, которую мы ищем, она больше. То есть, мы должны искать в правой части. Но то, что у нас теперь ее нет, то есть, мы уже, в принципе, дошли до самого маленького числа, это другой вопрос. То есть, она у нас больше, поэтому мы точно так же говорим, что l у нас равно mid плюс 1. То есть, l у нас теперь вот это. Смотрите, какая ситуация получается, что у нас получается l больше, чем r. То есть, левая граница больше, чем правая граница. Но такого у нас быть не может. Поэтому, когда у нас вот такая ситуация возникает, мы говорим, что все, алгоритм у нас заканчивает свою работу. И мы говорим, что этого числа, которое мы искали, его у нас здесь нет. Реализуйте сами. А мы пока переходим к следующей структуре. Следующая структура, о которой мы с вами поговорим, это словарь. Чтобы его подключить, нужно подключить к библиотеку map. Так, объявляется он точно так же, как и set, но с тем отличием, что мы указываем два типа данных, ключ-значение. Ну, здесь мы для примера рассмотрим словарь, у которых ключ и значение, это тип данных int. Не каждый тип данных подойдет для того, чтобы быть ключом, но значения, в принципе, могут быть любым типом данных. Можете хоть пользовательские классы создавать, если вам это потребуется. Но для ключа старайтесь выбирать типы данных целочисленные, так будет удобнее. К словарю обращаться очень просто, в принципе, как и к пассиву. То есть, мы говорим, допустим, m9 равно 8. То есть, что происходит? Вот это вот, то, что у нас в квадратных скобках, это ключ, по которому будет обращаться. То есть, словарь, по сути, это пары ключ-значение. При этом, поиск у нас осуществляется в основном по ключу. То есть, мы по ключу 9 добавили значение 8. Если мы обращаемся к какому-то значению по его ключу, то есть, мы условно говорим, m13 не равно 0. Что происходит? То есть, даже если у нас вот этого ключа, по которому мы пытаемся обратиться, если его в словаре не было, при таком обращении он создастся, то есть, этот ключ в данном словаре. А значение присвоится по умолчанию. То есть, если мы берем тип данных int, то значение по умолчанию присвоится 0. То есть, что произойдет? Если этого ключа нет, то значит, создастся пара 13-0. То есть, 13 ключ и 0 значение. И мы говорим, что оно не равно 0. Это неправильно. То есть, здесь выполнится ветка else. Чтобы, если нам требуется просто проверить, а есть ли такой ключ, мы можем воспользоваться функцией count. Count. Например, 9. То есть, он посчитает количество значений по этому ключу. То есть, по сути, здесь он выведет только либо 0, либо 1. Потому что повторяющихся ключей в словаре не будет. Это сама суть словаря. То есть, все ключи в словаре у нас будут уникальными. Со значениями словаря можно делать то же самое, что и с тем типом данных, который здесь указан. То есть, мы можем сказать, прибавить единицу, что-то перезаписать, использовать его в вычислениях. То есть, абсолютно как с обычными интами. Если у нас тип инт, как с обычными элементами массива, вектора, здесь ничего сложного нет. Когда нам может пригодиться словарь? То есть, когда у нас разреженный массив. То есть, допустим, у нас есть некоторые данные, которые нам нужны. Условно, числа какие-нибудь от 1 до 10 в 9. То есть, мы можем, конечно, создать массив с этими числами. Ну и там для каждого числа еще там указывается какое-то значение условного, номер товара и его цена. То есть, если мы в таком массиве будем указывать цены только для тех товаров, которые существуют. И при этом, если у нас ключ может быть в этом диапазоне, но самих ключей в штуках будет, скажем, тысячи, десять тысяч. То есть, немного. Тогда у нас большая часть массива будет заполнена там нулями или какими-то заглушками. То есть, это неправильно. Не то чтобы неправильно, но это у вас может отъесть память, это у вас может отъесть время. И не очень эффективно. То есть, если у нас диапазон, который может быть большой, а самих значений в этом диапазоне, то есть, точечно будет мало, то лучше использовать какую-нибудь структуру данных. Ну, то есть, если у нас есть некоторый ключ значения, то это словарь. Если у нас просто какие-то разреженные значения, то можно, например, использовать множество. Про словарь в принципе все. Переходим к следующей структуре данных. Это у нас дерево отрезков. Дерево отрезков, такая специфичная структура, ее нет в встроенной, поэтому нам придется ее писать самим. Но прежде чем ее строить, давайте определимся вообще, что она из себя представляет. То есть, дерево отрезков, оно хранит данные для некоторых отрезков массива. То есть, некоторая такая агрегирующая функция. Ну, например, давайте, например, для суммы. То есть, там в принципе может быть функция любая, там максимум, минимум, например, ксор, в зависимости от задачи. Но давайте ограничимся пока что суммой. То есть, у нас есть некоторый массив. Давайте, чтобы было нам проще с индексами, давайте сделаем массив длины 2 в степени N. Ну, то есть, чтобы мы могли ровно его побить на дерево отрезков. То есть, для других массивов это тоже будет работать, но там программа, она сама индексы раскидает как нужно. А вот нарисовать, как это будет, это уже будет сложнее. Поэтому давайте ограничимся. Случаем 2 в степени N. Давайте возьмем 8. 4 вроде мало, а 16 уже многовато. 8. Так. Да, 8. Давайте индексы тоже пропишем. И пусть нам нужно будет узнавать значение суммы на каких-то отрезках. То есть, у нас есть такой массив, и нам приходят запросы. То есть, вычислите сумму на отрезки от 2 до 5. И таких запросов там много. Ну, понятно, здесь у нас массив маленький, там по времени будет немного. Вот если массив уже будет побольше, уже у нас будет уходить больше времени. Да, суммы на отрезках можно посчитать, например, еще с помощью префиксных сумм. Но такая конструкция ломается в том случае, если у нас вот эти значения, которые в самом массиве, если они тоже могут меняться. То есть, тогда, если мы говорим о префиксных суммах, то нам придется изменить все префиксы от данного элемента и до конца. Но это не очень эффективно, то есть, это будет массовая операция. Как выстраивается дерево отрезка? То есть, корень дерева, ну, вообще обычно сверху рисуется, но давайте снизу. То есть, корень дерева содержит у нас информацию о всем массиве. То есть, здесь у нас индексы идут от 0 до 7. Здесь будет содержаться сумма всего массива. Дальше. Эта сумма бьется на две половинки. То есть, помните, как мы искали в двоичном поиске? Вот точно так же и здесь. То есть, мы берем некоторые средние значения middle, которые равно крайним значениям, сумме крайних значений и пополам. В данном случае это 3. Деление целочисленное. И тогда у нас левый отрезок будет от левой границы до вот этой средней, то есть, в данном случае от 0 до 3. Здесь у нас будет от средней плюс 1 до конца. Ну, R. Обычно обозначается LR. То есть, здесь у нас будет от 4 до 7. То есть, пока что так идем. Дальше. Здесь мы аналогично. Здесь у нас 0,1. От 0 до 1. А здесь у нас от 2 до 3. И здесь, соответственно, от 4 до 5, если мы точно так же посчитаем. И от 6 до 7. И, ну, дальше мы, если будем бить пополам, мы уже дойдем до самого массива. То есть, в корне у нас содержится вот агрегация от всего массива. То есть, ну, сумма на всем массиве, там, максимум на всем массиве, смотря какая у нас функция. А промежуточный узел содержит какие-то отрезки. А листья содержат, собственно, сами элементы массива единичной. То есть, вот это вот, это тоже все входит в дерево отрезка. Так, это сюда. 4, 5. Вот так. То есть, если мы начнем здесь считать, то здесь будет 6, 5, 6, 7. Дальше. Вот эти два отрезка составляют вот этот отрезок. 11, 6 плюс 7, 13. И потом вот это все складываем, получаем 24. Что у нас происходит? Во-первых, если вдруг у нас меняется какой-то элемент исходного массива, ну, скажем, тут стало не 2, а 3, то мы должны поменять только вот эти вот элементы. То есть, в данном случае мы меняем 3 элемента. То есть, у нас здесь будет сложность логарифмическая. То есть, если бы у нас было 16 элементов, мы поменяли 4 элемента. То есть, у нас бы появился еще один слой, но мы на каждом слое при изменении одного элемента, мы меняем на каждом слое только одно какое-то значение. То есть, это у нас идет эффективность по времени. У нас здесь не будет массовых операций. Если мы увеличим массив еще в 2 раза, при изменении элемента добавится только одна ячейка, которую нужно изменить. То есть, по времени это будет эффективно. Теперь, как мы будем считать сумму. То есть, нам приходит сумма, ну, то есть, нам приходит этот отрезок, на котором нужно посчитать сумму. Ну, давайте от 3 до 5. Такой отрезок нам на ход. То есть, нам нужно посчитать сумму элементов от 3 до 5. То есть, ну, понятно, тут мы можем и сами посчитать, но давайте посмотрим, как это будет логически выглядеть. Начинаем мы всегда от корня. То есть, в корне у нас отрезок от 0 до 7, нам требуется отрезок от 3 до 5. Мы, как бы, делегируем вот этот отрезок влево и вправо. Но при этом, когда мы идем влево, мы отрезаем ту часть, которая у нас правая. То есть, у нас теперь отрезок будет не от 3 до 5, а от 3 до 3. То есть, мы из правой части, мы берем минимум из вот этого вот и вот этого вот. А здесь аналогично, но только мы режем по левой части. То есть, в этой части мы будем искать отрезок от 4 до 5. То есть, здесь мы ищем от 3 до 3, здесь от 4 до 5. Идем дальше. Здесь, влево у нас от 3 до 1. То есть, мы правую часть обрезаем. А здесь по левой части обрезаем. То есть, от 3 до 3. А здесь, в том случае, когда у нас левая граница оказывается меньше, чем правая, то мы говорим, что все, нет. Когда у нас идет совпадение отрезков, ну, здесь еще не совпадение, то есть, нам еще нужно до тройки дойти. То есть, здесь отрезки все единичные, от 3 до 3. То есть, здесь мы аналогично. Здесь мы обрезаем по правой части. То есть, у нас идет отрезок от 3 до 2. Ну, та же самая ситуация. И от 3 до 3, ну, мы берем вот это значение. Дальше. От 4 до 5. Влево у нас остается также от 4 до 5. Вправо у нас остается от 6 до 5. То есть, это нам не подходит. А вот это нам как раз подходит. То есть, у нас вот здесь граница совпала с вот этой границей. Поэтому мы дальше не идем на ветви, а дальше мы просто берем вот это вот значение. То есть, у нас получается мы двойку с шестеркой складываем, получаем 8. То есть, мы могли бы уже здесь остановить. То есть, если у нас отрезок от 4 до 7 бы полностью входил вот в наш отрезок, то есть, нам нужно было найти от 3 до 7, то мы бы сразу вот это значение взяли, мы дальше не шли бы. То есть, мы можем сразу целые большие куски возвращать и не считать дальше сумму отдельных значений. Теперь давайте немножко поговорим про реализацию. То есть, реализовывать это в виде структуры с левой, правой половиной, ну, это не очень хорошо. То есть, нам придется создавать эту структуру, создавать правила. Гораздо удобнее будет это сделать через массив. То есть, мы создаем массив, который будет представлять собой дерево отрезков. То есть, это не исходный массив, это именно массив дерева. Нулевой индекс мы не будем использовать, потому что там дерево выстраивается по индексам, вы поймете, почему так будет проще. То есть, в индексе под номером 1 у нас находится целый массив. То есть, это наш будет корень. Дальше. Если у нас есть узел с индексом i, то его левый и правый потамок, это будут индексы 2i и 2i плюс 1. То есть, вот здесь у нас будет индекс i равный 1. Тогда левый отрезок, это будет 2i, то есть 2. И правый 2i плюс 1, то есть 3. От этого у нас идут 4i и 5, аналогично. От этого 6,7. То есть, у нас как бы дерево вот так вот выстраивается в линеечку. А при этом доказано, что для того, чтобы обеспечить дерево отрезков для массива длины n, нам нужно под само дерево выделить 4n. То есть, если у нас дерево для массива, в котором 2 в степени n элементов, то у нас все хорошо делится пополам, 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 и все нормально. Но не всегда у нас так красиво может быть. То есть, могут быть какие-то пустые ячейки, то есть, какого-то потомка может не быть. То есть, мы пришли, допустим, сюда. А тут у нас уже вот эта ячейка, она обозначает лист. То есть, она обозначает какой-то отдельный элемент массива. Но, естественно, у него потомков не будет. То есть, все, что там дальше идет, как бы, к этим потомкам, оно просто не учитывается, оно там заполняется нулями. Перемещаться по дереву, то есть, когда мы будем считать, скажем, сумму, максимум, минимум перемещаться, мы будем точно так же. То есть, на вот эти все пустые ячейки мы попадать просто не будем. То есть, это как вакуум такой. Про реализацию мы с вами поговорим на дистанционном занятии. То есть, как реализовывать, какая логика там будет. То есть, логически я вам сейчас рассказала. На дистанционном занятии мы с вами разберем реализацию. И мы с вами разберем еще одну структуру дерева фенвика. Она для понимания более сложная. Поэтому разбирать мы будем на дистанционном занятии пошагово, потому что, если включить ее в лекцию, то мало что будет понятно. На этом лекция окончена. Всех жду на дистанционном занятии. До свидания.